Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня поговорим об очень странном выражении из Ветхого Завета, из книги Бытия, под называнием «Страх Исаака». Страх Исаака нам вроде бы понятно, о чем это есть. Указание, напоминание о том событии, описанном в книге Бытие, глава 22, когда по указаниям Бога Авраам берет своего сына Исаака и идет с ним в горы, потому что Бог повелел принести его в жертву. И вот это очень сильная история, которая была предметом многих богословских рефлексий и в новое время, в новейшее время, и в древней истории. И эти переживания и отца, ведущего своего сына на заклание, и сына, который, ну хоть и является ребенком, а впрочем, ребенком он, может быть, и не являлся уже, а был взрослым мужчиной, возраст не указан, Исаака. Но вот то, что было в душе этого сына Авраама, Ицхака, либо Исаака, тоже можно было понять. Ощущение беспомощности, безнадежности, обреченности, непонимание того, зачем это все нужно, и неужели Авраам, его отец, сделает с ним это. И вот все это вот событие, которое описано в книге «Бытия», было предметом многих интерпретаций, толкований, и, признаемся, до сегодняшнего дня, это довольно тяжелое место для того, чтобы его прочитать и понять, и примириться, и жить дальше, как будто бы вот ничего этого не было. Хотя, впрочем, есть довольно остроумные объяснения. Одно из них я, может быть, кому-то будет полезно сейчас озвучу. Объяснение не таково, что смысл этого повествования, повествования об указании Богом Аврааму, чтобы был принесен в жертву его сын Ицхак, имеет своим смыслом не рассказ о том, что Бог указал убить Ицхака, а смысл этого рассказа в том, что Бог сказал, нельзя убивать Ицхака. То есть, вот в окончании этой истории, такой какой-то, понимаете, урок, и раскрывается такое подлинное и нормальное, приемлемое значение этого сюжета и священной истории. Таким образом, эта история оказывается рассказом на вековечные времена о том, что Богу не нужны жертвы в виде людей. Бог не принимает эти жертвы. Принести человека в жертву Богу Израилеву – это есть делать нечто невероятно ужасное, отвратительное. И поэтому неоднократно пророки указывают пальцем на обычаи хананеев, на обычаи окружающих народов, как будто бы говоря, вот у них это есть. Вот это встречается у местных народов, и поэтому из-за того, что у них приносят в жертву детей и дочерей эти народы, в жертву Молоху, например, да, или Ваалам, вот поэтому Бог изгоняет их из их земель, дает эту землю нам, евреям. То есть, принесение в жертву Богу ребенка, младенца является какой-то высшей несправедливостью, высшим грехом, после которого Бог решает только одно – вам тут жить больше не надо. Вы как будто бы уйдете из истории на вековечные времена, от вас ничего не останется. Но вернемся к страху Ицхака, по-еврейски это будет пахот Ицхак, и вот поговорим об этом. Итак, в чем загадка, да, в чем вообще соль нашего всего сегодняшнего разговора? А дело в том, что в двух местах в книге Бытия используется клятва, в которой фигурирует вот это вот словочитание. «Клянусь страхом Ицхака». И вот почитаем эти места. Это 31 глава книги Бытия, стих 42 и 53. Итак, стих 42 читаю. «Да, если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама и ужас Исака, тот ослал бы ты меня ни с чем. Но Бог видит мою обиду и мои труды, этой ночью он сам за меня вступился». Это вот слова, и потом будут слова, связанные с Иаковом, да, сыном того самого Ицхака, о страхе которого мы сегодня говорим. И вот второй стих, второе место, 53 стих, главы 31, мы читаем такие слова. «Пусть нашими судьями будут Бог Авраама и Бог Нахора. И поклялся Яков ужасом отца своего Исака, ужасом отца, страхом отца, пахот Ицхак». И вот как вот можно это словосочетание понять и принять. Итак, в каком качестве, точнее, фигурирует здесь это словосочетание ужас Исака, страх Исака? На самом деле здесь это есть одно из имен Бога. Вот Бог называется, но у Бога разные имена, да, и мы говорили уже о том, что, допустим, у Бога есть имя Бог армий, Эльцебаот и так далее. Но здесь имя Бога – страх Исака или ужас Исака. То есть сам Бог обозначается или получает одно имя, одно из своих имен, по которому его в дальнейшем можно вспомнить, осознать, пережить. Вот указанием на то, что было в жизни одного из прадцев израильских, в жизни Исака, которого отец вел на заклание во имя Бога, Яхва, Бога и Егова. Ну вот так вот считает один из ученых, очень известный библистов, такой Альт. Он писал его в начале 20 века, и он считает, что да, это одно из имен Бога. Это имя Бога получилось в результате того резкого, глубокого переживания, терепотрясения, которое было в жизни одного из прадцев всех евреев, Исака, Ицхака. И в дальнейшем это имя оказалось элементом предания, устного предания целого народа, а до народа племени, а до племени семьи. Вот так вот формируется предание священное, которое в дальнейшем превращается в текст, текст зафиксированный и текст, ставший Божьим словом, священным писанием, как Ветхого, так и Нового Завета. Ну давайте просуждаем, а как это вот Бог называется страх Якова? Вообще, что общего есть между Богом и страхом? Неужели Бог вот этим свойством этой нашей реакции на Него может быть описан и опознан и осознан? Так вот, дорогие друзья, в Ветхом Завете ответ такой – да, может. И вот вам пример книга царств, первая книга царств, глава 11, стих 6 и так далее. Итак, читаем про Саула. «Дух Божий охватил Саула. Когда он услышал эти слова, и он страшно разгневался, он взял пару валов, рассек их на части и разослал через послов по всему Израилю, говоря, «Вот что будет с валами тех, кто не пойдет на войну вместе с Саулом и Самуилом. И страх Господень напал на народ так, что все пошли как один». Вот страх Господень. Какое-то чувство, заметим, очень важное замечание, не вызывает оцепенения, не вызывает беспомощность, не вызывает безделье по-настоящему. Ну, какой смысл делать что-то, если я боюсь Бога? Но нет, тут другая логика действует. Страх Божий вызывает у человека деятельность, активность, самоотверженность. Люди поднимаются и идут на войну во имя освобождения Израиля от Иго. Но все-таки многие ученые, и теологи, и библисты не верят в то, что страх Исаака может быть именем Бога. Ну, потому что очень уж странное имя, очень уж негативное чувство оказывается элементом того, что, оказывается, считается именем Бога. И разные есть предположения. Я должен эти предположения просто озвучить, что они есть. Есть попытки прочитать это слово пахот, как не как страх, ужас, благоговение, а как пишущееся подобным образом арамейское слово бедро, например. Бедро или чресло, символ семейственности, племя, отсюда род. Тогда получается, что ты клянешься Богом, который является Богом племени Исаака, рода Исаака. Тогда получается, что это имя Бога является более корректным, вроде бы, богословски, и для нашего, не знаю, интерпретации, понимания этого имени. И вот тогда получается, что тут имеется в виду не страх Исаака, а род Исаака, да, или дословно бедро Исаака. Но заметим, что большинство ученых и комментаторов, и западных, и наших отечественных, считают, что все-таки правильно читать именно так. Неудобно, непривычно, смутительно. Страх Исаака, ужас Исаака. Это чувство, чувство потрясения, чувство беспомощности оказывается очень важным элементом всего религиозного кругозора, мировоззрения Исаака, его семьи, его рода, его племени, целого народа. И до сегодняшнего дня мы все знакомы с этим чувством. А что же Новый Завет? Возникает вопрос в ходе рассуждения о страхе, в Библии о страхе, об ужасе Ветхом Завете. Ну, конечно же, в Ветхом Завете очень часто возникает тема страха. В Новом Завете очень часто возникает призыв «не бойтесь». И вот очень часто Христос обращается к своей аудитории, своим ученикам этими словами «не бойтесь», «не бойтесь». Есть очень сильные слова, где как раз эта тема обыгрывается, эта тема как будто бы получает завершение, точка ставится этими словами в теме «Страх и ужас Ветхом Завете». Это первое послание апостола Иоанна, голова 4, стих 18. Пишет ученик Божий, Господень Иоанн, «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Вот такие слова. Слова, довольно звучащие, опять же, радикально и непривычно, потому что в куче стихов Ветхого и Нового Завета звучит тема страха Божия, богобоязненности, благоговения и все это является каким-то очень важным и ценным элементом религиозного чувства. Тут мы находим призыв «не бояться». Как можно это претворечие, как будто бы примирить, да? Ну, возможно, вот моя гипотеза, мое решение, я предлагаю вам его на обсуждение. Итак, не нужно бояться Бога тем страхом, который вызывает оцепенение. Не нужно бояться Бога тем страхом, который вызывает чувство беспомощности. Не нужно бояться Бога тем страхом, в основании которого лежит ожидание плохого от Господа. Мысль о том, что он, то есть мысль о том, что ничего хорошего от Бога быть не может. Да, лишь наказание, обличение, осуждение, расправа, расплата по счетам и не более. Вот такого страха быть в душе верующего не должно. А страха, в основании которого находится осознание своей дистанции, несопоставимости с Богом, который, может быть, иначе этот страх понят, как благоговение, как боязнь Бога оскорбить, обидеть, подвести. И этот страх, я думаю, что на вечные времена должен быть частью религиозного чувства каждого израильтянина, будь то израильтянин Ветхого, либо Нового Завета. Дорогие друзья, тема страха и ужаса Ицхака раскрыта. Спасибо за ваше внимание. Нашим помощникам в разговоре служит портал экзоге.ру с приветом из Петербурга, священник Алексей Волчков. Субтитры создавал DimaTorzok